МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире телеканал Регион 12, информационная программа 12, новости Республики. В студии Лилия Зуева. Тысячи работников бюджетной сферы Мариэл получат возможность приобрести жилье в рамках специальной республиканской программы деталей, которые обсуждались в правительстве региона. Речь идет о приобретении квартир в новостройках практически по себестоимости, причем существенную часть расходов берет на себя республиканский бюджет. Партнером правительства выступает Сбербанк России, который готов предоставить бюджетникам недостающие средства в виде ипотечного кредита с низкой процентной ставкой. Кто может рассчитывать на участие в этой программе? Подробности в следующем сюжете. Всего около месяца назад в Вишкороле был заложен символический камень во знаменовании начала строительства еще одного целого квартала многоквартирных домов, которые вырастут на участке улицы Эшкинина от арены Мариэл и до водопроводной. Здесь будут построены шесть семиэтажек, первая из которых планируется к сдаче уже в начале будущего года. Застройщик – компания «Мострымстрой», имеющая в республике заслуженную репутацию. А приобрести комфортные квартиры с удобной планировкой и большой площадью смогут работники бюджетной сферы региона, признанные нуждающимися в улучшении жилищных условий, то есть не располагающие в данный момент социальные нормы жилья в 18 квадратных метров на каждого члена семьи. Причем в покупке новой квартиры поможет республиканский бюджет, который таким образом поддерживает и строительную отрасль, и реализует важный социальный проект. Первоначально 20% для начала строительства, затем оформляется договор, и республиканское правительство, исходя из норматива 18 метров на одного человека, компенсирует 50% затраты на строительство квартиры. Остальные деньги платит приобретатель. Я считаю, что это очень хорошая поддержка. Но так, чтобы на слух было понятно, не прибывая к калькулятору, однокомнатная квартира, дотация на однокомнатную квартиру будет составлять приблизительно 500 тысяч. Двухкомнатная где-то около миллиона, трехкомнатная где-то миллион пятьсот, миллион семьсот. Я считаю, что хорошая помощь со стороны правительства. И приблизительно такую же сумму, может быть чуть большую, зависит от желания приобрести квадратный метр, будет приобретатель нужен со своей стороны в 10. Или это будут личные накопления, или это будет ипотечное кредитование Сбербанка. Сбербанк выступает стратегическим партнером правительства МРИЛ в реализации этого важного социального проекта. Для бюджетников здесь разработали специальную программу, позволяющую получить ипотечный кредит на особых условиях. Программа специальная. Мы реализуем ее исключительно совместно с правительством и в плотном взаимодействии с органами власти. Один из ключевых условий это то, что мы работаем с сотрудниками бюджетной сферы, которые в первую очередь неким образом пройдут утверждения на уровне соответствующих министерств, как лица, которые нуждаются в улучшении жилищных условий. Исключительно для них у нас будут предоставляться специальные условия ипотечного кредитования под льготные условия, льготная ставка, льготные сроки и, конечно, льготные условия погашения. Стоит отметить, что МРИЛ – один из немногих регионов России, где вводится практика частичной компенсации стоимости приобретенного жилья для работников бюджетной сферы. Помимо прочего, в правительстве ожидают, что эта программа позволит решить и кадровый вопрос, привлекая талантливую молодежь жить и работать в родной республике. Впрочем, улучшить жилищные условия, воспользовавшись доступным ипотечным кредитом, в ближайшем будущем есть и у тех, кто работает вне бюджетной сферы. В правительстве Российской Федерации объявили о продлении программы «Ипотека с государственной поддержкой» до конца 2016 года. Напомню, эта программа подразумевает, что государство субсидирует банку разницу между реальной стоимостью кредита и той суммой, которую выплачивает заемщик. Для потребителей это означает только одно – ипотека становится более доступной. Как сообщает Мористат, за первые два месяца 2016 года на территории Мариэл за счет всех источников финансирования построено и сдано в эксплуатацию 830 квартир общей площадью 56 тысяч квадратных метров. Это на 12% больше, чем за аналогичный период года прошлого. Между тем, ситуация на рынке недвижимости уделяется особое внимание на всех уровнях власти – от республиканского до федерального. Что неудивительно, ведь по данным Минстроя России, один человек, занятый в строительстве, обеспечивает работой еще 10-12 человек, занятых в смежных отраслях. Поэтому так важно сегодня не потерять темпов строительства жилья, набранных в последние годы. Ипотека с господдержкой – драйвер роста российского ипотечного рынка. Под таким лозунгом Сбербанк, первым из банков Приволжского федерального округа, озвучил условия своей ипотечной программы с государственными субсидиями. Второй ее этап действует с 1 марта по 31 декабря 2016 года. И в его рамках Сбербанк предлагает ипотечные кредиты на покупку квартир в аккредитованных новостройках и строящихся домах. Аккредитация подразумевает особое доверие к застройщику, который является постоянным партнером Сбербанка. В данном случае вам даже не нужно идти в банк. Заявку на кредит можно оставить в офисе застройщика через систему «Партнер онлайн», в которую встроена возможность в реальном времени рассчитать все данные по кредиту и сразу распечатать в виде памятки для клиента. По факту одобрения кредита вы получите уведомление в виде СМС или сообщение на электронную почту. Выстроенная таким образом система уже проявила себя лучшим образом. Ипотечные кредиты от Сбербанка пользуются спросом у жителей республики даже в сложной экономической ситуации. Давайте посмотрим просто статистику. Вот мы за 2014 год выдали 3100 жилищных кредитов. За 2015 год по экономике это был худший год. Да, вы сами это все видели. Но тем не менее мы практически сработали на уровне 2014 года. Там 2500 кредитов мы обеспечили. То есть у нас из всей системы Вагаяцкого банка наилучшая динамика была. А если говорить о выданных кредитах, сравнивать просто 2 месяца, там январь и февраль 2015 года уже и 2016 года, то фактически мы на одном уровне. То есть уже за февраль 2016 года, январь, когда нам говорят снова еще экономика, еще хуже и хуже, мы тем не менее выдаем кредиты наоборот лучше. То есть у нас тоже самая лучшая динамика в республике Мариел за вот эти 2 месяца 2016 года. За 2015 год доля Сбербанка на рынке ипотечного кредитования в Мариел выросла с 53 до 57%. В частности, по программе «Ипотека с господдержкой» более 800 клиентов банка приобрели недвижимость на сумму около миллиарда рублей. Надежные и простые условия, целый пакет дополнительных услуг, широкий ассортимент вариантов на рынке жилья и максимально удобный сервис. Ознакомиться с ипотечными программами от Сбербанка можно в офисах обслуживания, ипотечных центрах банка, а также на сайте сбербанк.ру или по круглосуточному многоканальному телефону 8 800 555 55 50. Звонок по России бесплатный. На трассе не разгонишься. В Мариел до конца недели будет проводиться профилактический рейд. Госавтоинспекторы будут ловить лихачей, превышающих скоростной режим. Так, по статистике ГИБДД, в январе и феврале погибли 17 человек. Более 170 получили травмы различной степени тяжести. Основными причинами ДТП становится самонадеянность водителей на трассах и выбор скорости, не соответствующий конкретным погодным условиям. Согласно данным систем видеофиксации, установленных на республиканских трассах, скоростной режим превышает каждый третий водитель. Этим и вызвана необходимость проведения очередного рейда. Добавлю, что посты ДПС будут дежурить на всех республиканских трассах. Приобрели бракованный товар или получили ненадлежащего качеству услугу? Жалуйтесь. В России федеральный закон о защите прав потребителей сегодня считается одним из самых действенных. Хотя по статистике жители республики Мариел стали чаще отстаивать свои права. Но все же не каждый потребитель пользуется возможностями, которые ему предоставляет государство. По какой причине и что надо делать, если время обратиться к правозащитникам пришло? Наша съемочная группа искала ответы на эти и другие вопросы. В руках ветврачей пробирки с бактериями, а вместо пациентов образцы продуктов питания, произведенных в Мариел. Именно эти специалисты отвечают на главный вопрос покупателей – безопасны ли купленные ими продукты. Ежедневно в республиканской ветлаборатории мясо птицы подвергают ветеринарно-санитарной экспертизе, молоко, биохимическим исследованиям. При этом абсолютно все образцы исследуют на антибиотике. У них было около 300 проб исследовано за этот год, все показатели отрицательные. То есть республика Мариел выпускает продукцию безопасную. На сегодня законодательно так определено, что и сами производители мяса животных, мяса птицы, яиц, молока, они, конечно, тоже осуществляют свой контроль и в рамках ветеринарного контроля, потому что все пробы, вся продукция, которая прежде чем попасть на потребительский рынок, однозначно исследуется на остаточное количество антибиотиков. Если к качеству продуктов питания, произведенных в Мариел, вопросов сейчас у санитарных врачей практически не возникает, то к соблюдению условий проживания в жилых помещениях, к сожалению, немало. Более 1100 обращений в Республиканский Роспотребнадзор в прошлом году было на так называемые бытовые проблемы, на затопление и захламление подвалов, повышение уровня шума, проникающего в квартиры извне, неудовлетворительное состояние инженерных коммуникаций и не только. В 118 случаях заведены административные дела. Правозащитники в один голос говорят, столкнувшись с нарушением прав или товарным браком, сразу напишите продавцу заявление с претензией, причем в двух экземплярах. Для того, чтобы на втором экземпляре зафиксировать дату обращения, поскольку у каждого требования имеется свой срок рассмотрения. Ну, к примеру, если потребитель выдвигает требования о расторжении договора при продаже товара ненадлежащего качества и возврате денег за товар, по закону предусмотрен срок рассмотрения такого требования 10 дней. В случае, если было требование у потребителя о проведении гарантийного ремонта, на проведении ремонта предусмотрен срок 45 дней. Правозащитники уверены, если жалоб и судейских исков будет больше, компаниям придется с этим считаться. Меж тем, для того, чтобы отстоять свои потребительские права, сегодня далеко ходить не надо. Сайта ведомства обращение или жалобу можно отправить, не выходя из дома или офиса. Закон позволяет чиновникам ввести и электронный прием. Потребитель, в случае, если ему продан товар ненадлежащего качества, вправе обратиться к продавцу в течение гарантийного срока, если этот срок у товара имеется. А в случае, если такой срок отсутствует, в течение двух лет. Повернуться к покупателю лицом готовы далеко не все продавцы. Для этих целей в Роспотребнадзоре Республики работают общественная приемная и горячая телефонная линия, звонок на которую будет бесплатным. Несмотря на то, что в большинстве случаев закон на стороне потребителей, специалисты все-таки советуют не забывать о простых правилах совершения покупок. Достаточно легко проверить срок годности продукта или ознакомиться с инструкцией к товару и протестировать его перед приобретением. Тогда удастся избежать многих проблем, сохранить свои деньги и нервы. У Ишкаралы появился свой уникальный туристический бренд. Его разработали в Республиканском исследовательско-консалдинговом центре совместно с Комитетом Республики Морел по туризму. По словам авторов, основу бренда составляют контуры полюбившихся гостям города Благовещенского кафедрального собора, здания на Патриаршей площади, Республиканского театра кукол и Благовещенской башни. Выбор цветовой гаммы-логотипа обусловлен тем, что в переводе с марийского языка название «Ишкаралы» означает «красный город». Преображение архитектурного облика города стало основным мотивом визуального туристического бренда «Ишкарала» словно Европа в центре России. Туристический бренд города официально утвержден. Он призван упростить продвижение в целом Республики Морел на многочисленных туристических форумах и выставках. Отмечу, в прошлом году наш регион посетило рекордное число туристов и экскурсантов – 560 тысяч человек. Это почти на треть больше, чем годом ранее. В этом сезоне, по прогнозам, Республику могут посетить более 600 тысяч гостей. В «Ишкарале» соорудили мост дружбы. Одноименный фестиваль национальных культур собрал более 100 участников. В первую очередь это студенты, учащиеся техникума в колледже, а также школьники. В рамках ежегодного праздника представлены культура, традиции, национальные костюмы и кухня 17 народов мира. Угощения на любой вкус, в их числе национальные марийские, татарские, узбекские, армянские и другие блюда. Кроме этого, участники развернули масштабную арт-выставку декоративных предметов в восточном стиле. Фестиваль национальных культур мост дружбы в «Ишкарале» проходит вот уже четвертый год подряд. В нашем университете обучается около 600 иностранных студентов из различных стран мира и республик. Это народы Африки, Конго, Туркменистан, наши соседи из Ближнего Востока или из Средней Азии. У нас очень много народов обучается, и в этом году у нас был большой ажиотаж, можно сказать, по этому фестивалю. В прошлом году у нас было 10 национальностей участников, в этом году у нас уже около 20. Мне кажется, это уже большой прорыв, что наш мост дружбы с каждым годом собирает все больше и больше национальностей. Отмечу сегодня, удельный вес иностранных студентов в общей численности студентов оценивается как один из критериев мониторинга эффективности российских вузов. Поддержать местных музыкантов и сделать их знаменитыми – такой позиции придерживается радиостанция Блиц-ФМ, которая в эти дни готовится вместе со своими слушателями отпраздновать день рождения. Музыка на 105,5 – это не только зарубежные российские рок-группы, но и талантливые исполнители из республики Мариэл. В машине, на работе и дома. И студенты, и бизнесмены. Вот уже 6 лет подряд тысячи шкаролинцев объединяет любовь к хорошей музыке. Каждый, кто хоть раз в жизни настраивал свои радиоприемники на FM-волну 105,5, знает. Здесь и гитарные соло, и отбойные ритмы лучших рок-исполнителей, мелодичность блюза и немного джазовых импровизаций для гурманов. Вещание 24 часа в сутки. Здесь не только музыка, но и актуальные городские новости, розыгрыши призов, фотоакции и неформальные встречи с любимыми звездами. Радиостанция «Блиц-ФМ» находится в самом сердце города, на Патриаршей площади. Как и весь холдинг ТВ и радио на Патриаршей, мы не просто всегда в центре событий. Мы сами создаем эти события. Вечеринки «Блиц-ФМ» – это всегда буря эмоций. Благодаря «Блиц-ФМ» и «Шкаролинцы» смогли побывать на концертах таких рок-звезд, как «Смысловые галлюцинации», «Мара», «Кукры-Никсы», «Конец фильма», «Князь» и многих других. Ну, все-таки мы поищем девочку, которая не курит и не пет. Девочку поищем мы. А что ли ты за девочками не обожил? А вдруг она не курит? А вдруг она не дёт? Однако на волнах «Блиц-ФМ» можно услышать песни не только именитых столичных исполнителей, но и наших, местных, не менее талантливых музыкантов. Для них ротаться на радиостанции – путёвка в жизнь. Мы узнали, что у нас есть замечательная радиостанция «Блиц-ФМ» в нашей республике. Мы послушали и нашли для себя очень интересную музыку, которую, в принципе, мы считаем наравнее. И решили попробовать отправить туда наши записи. И через некоторое время нам сказали, что можно послушать наши песни теперь в эфире «Блиц-ФМ». День рождения «Блиц-ФМ» – это общий праздник и ведущих, и музыкантов, и, конечно, слушателей. «Блиц» на одной волне со своим городом. Здесь знают, чем он живёт и дышит. А вечеринки «Блиц-ФМ» – это ещё и платформа для наших музыкантов и возможность слушателей открыть для себя новые таланты. Поэтому в субботу, когда «Блиц-ФМ» отвечает свой шестой день рождения, вместе с вами будут самые яркие, самые талантливые – наши местные рок-группы. 19 марта в 18.00 встречаемся на площадке клуба «Стоун». Празднуем шестилетие радиостанции «Блиц-ФМ», а нам шесть лет. Для вас выступят наши яркие хедлайнеры. Это группа «Фабилория», «Дорожный просвет», «Ремонт обуви» и «Кейпфлигели». Добро пожаловать 19 марта в 18.00. На работу, как на праздник. Ольга Лебедева из тех людей, кто уверен – профессия должна приносить удовольствие. В прошлом преподаватель, психолог. Несколько лет назад Ольга кардинально сменила род деятельности. Занялась активными продажами. В её отделе сегодня три молодых менеджера. Буквально недавно взяли новенького. Рада видеть тебя в нашей команде. В жилом комплексе «Малая Медведева», строительство которого активно ведётся на границе с Ешкаралой, квартиры раскупают, как горячие пирожки. Ольга признаётся – её узнают теперь не только новосёлы, но и просто прохожие на улице. «Легко мне общаться со всеми. Если человек уходит и уходит довольный, говорит спасибо, приглашает на новоселье, заходит в гости просто на чашку чая, я тогда полностью уверена, что работа прошла успешно». Потенциальных новосёлов в жилом комплексе «Малая Медведева» привлекает не только цена за квадратный метр, но и планировка помещений, плюс поквартирное отопление и развитая инфраструктура Медведевского района. «Однокомнатная квартира у нас очень комфортная цена на сегодняшний день – от 1,3 млн. рублей. А на двух- и трёхкомнатные квартиры у нас существует акция. В день открытых дверей всегда скидки больше, чем в обычные дни. Ну а так – скидки до 100 тысяч рублей». И, пожалуй, самое важное, говорит Ольга. В жилом комплексе «Малая Медведева» царит особая атмосфера, а лучшей рекламой становится народная молва. «Я замечаю, что у нас подбираются и жильцы очень доброжелательные, улыбающиеся, которые не просто там им нравится жить в нашем доме, но они хотят общаться, помогать друг другу. И получается так, что очень много случаев, когда купил кто-то квартиру, и они рекомендуют нас своим друзьям». Кстати, в эти дни один из официальных партнёров застройщика «Акбарсбанк» готовит специальное предложение по ипотечной ставке для будущих новосёлов жилого комплекса «Малая Медведева». А до конца марта 2016 года действует льготная ставка ипотеки от застройщика – 5%. Не откладывайте покупку. Приобретите квартиру в новостройке по доступным ценам от 1 миллиона 310 тысяч рублей. Подробности в офисе продаж «Честер Инвест» по улице Кирова, 13, в жилом комплексе «Малая Медведева». Информационная программа «12». Новости Республики продолжается. Напомню, что выпуски «Марел ТВ» смотрите теперь в утреннем эфире в 6.30 на телеканале «Регион 12». В студии была Лилия Зуева. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Спокойствие, только спокойствие. Здравствуйте. Из кабины ответьте, что случилось. Я застряла. На каком этаже застряли? Не знаю, наверное, на пятом. Ждите, вызываем аварийную службу. Ждите, скоро подъедут. Спасибо. Жители вот этой неприметной самбатхейской многоэтажки могут позволить себе застревать в лифте хоть каждый день. Именно здесь, в обычной квартире, располагается диспетчерская аварийно-спасательная служба. На мониторах все 515 лифтов заречного района города Ешкаралы. Диспетчер вместе с аварийной бригадой дежурит круглосуточно. Работа неспокойная. Постоянно звонит телефон, срабатывают кнопки вызова в кабинах. Хотя и сотни вызовов, реальных, когда человек действительно застрял в лифте и ждет помощи, не так уж и много. От 10 до 20 в сутки. Вызвать помощь или сообщить о поломке лифта можно не только с помощью специальной кнопки в кабине, но и по телефонам, которые всегда указаны в лифте. Аварийная бригада дежурит здесь же, в соседней комнате. Если человек застрял в лифте, вызволить его должны не позже, чем через полчаса. Хотя обычно это случается гораздо раньше. Что ж, видимо, придется и мне подождать. Итак, механик прибыл на место. Здесь, можно сказать, мозг, управляющий лифтом. Теперь задача механика на месте разобраться, что произошло и как устранить поломку. Определяем, где находится кабина. Где находится кабина, потом поднимаемся сюда, смотрим ошибку. Какая-то ошибка здесь у нас выдана. И уже потом эвакуируем людей. Либо отсюда, либо из шахты спецключом. Хотя ошибки ошибками, а застревают люди чаще всего не из-за них. Перегруз. Либо там прыгают, балуются, дети часто очень бывают. Двери дергают. Сели в лифт, кнопочку нажали, спокойно доехали, вышли по своим делам. Главное, не паниковать. Приедем, вытащим. Чтобы лифт работал исправно, как часы, не допуская ошибок, механики проверяют каждую кабину два раза в месяц. А один раз в год лифт тестируют инженерный центр, полностью сканируя его техническое состояние и безопасность. Проверяют и шахту лифта. Механик, стоя на крыше кабины, спускается от этажа к этажу. Так что всем фильмам, где герои прячутся от преследователей, катаясь на крыше кабины лифта, вполне можно верить. В абсолютном большинстве случаев поломки устраняются с пульта управления. То есть лифт просто открывается и выпускает вас. А вам так и не удастся познакомиться со своими спасителями. Но иногда вызволять пленников приходится вручную. Например, когда в доме отключается электричество. Здрасте. А вы меня вытащите? Ой, спасибо вам. Быстро вы приехали. Спасибо. Кстати, аварийная служба приехала действительно за 15 минут. И вот так, посидев в лифте, понимаешь, что... Ребят, ну не надо тут гадить. Давайте бережно относиться к лифту. Потому что вдруг и вам придется провести там свои полчаса. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнали Симон! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова